Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Брачук на связи со студией Freedom. Сергей, приветствуем вас в эфире. Слава Украине. Слава Украине, слава вооруженным силам. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, героям слава. Сергей, давайте начнем, наверное, с оперативной обстановки. На фронте, видимо, сохраняется достаточно активное поведение врага на отдельных направлениях. Каковы сейчас основные задачи у противника и почему на определенных участках они сохраняют такую активность? На данный момент, на это утро мы можем выделить как минимум пять основных направлений, на которых враг наиболее интенсивно атакует, хотя пытаются проводить штурмовые действия буквально по всему фронту. В этом одна из задач вражеских наступлений, вражеских атак. Растянуть наши возможности по всему фронту, чтобы Украина использовала те резервы, которые у нас есть, для того, чтобы не создавать ударные, например, кулаки или ударные группировки для будущих атакующих действий. Хотя, напомню, сегодня Украина проводит оборонную стратегическую операцию, и, собственно, наша задача состоит в том, чтобы попытаться максимально стабилизировать фронт и, собственно, истощать те ресурсы, которые враг сегодня тоже полномасштабно задействует, бросает в бой фактически все то, что у него есть. И вот, если мы говорим более конкретно об этих пяти направлениях, конечно, мы отмечаем Алиманское, Северское, Кураховское, Торецкое и Покровское направления, где наиболее интенсивно атакуют россияне. Удалось ли им продвинуться, скажем так, в стратегическом плане по всем этим направлениям? Вряд ли. Хотя тактически определенные успехи, к сожалению, есть. И это, опять-таки, обусловлено тем, что используется, наверное, самая козырная и единственная на самом деле карта у России. Это авиационная поддержка, это авиационное вооружение, это то, что мы уже фактически сказали, использование КАБов, использование ФАБов, то есть авиационных бомб, которые несут в себе огромное разрушение. Ну и, собственно, артиллерийские системы у врага тоже есть. Есть, используют максимально те резервы, те запасы боеприпасов для артсистем, которые у него есть для того, чтобы, опять-таки, использовать тактику выжженной земли. Ничего не меняется. Это единственное, что у россиян сегодня, наверное, получается на поле боя, уничтожение украинских населенных пунктов, и только тогда, возможно, некое тактическое продвижение вперед. С другой стороны, мы видим, что контрбатарейная борьба на всех участках фронта. С нашей стороны есть очень удачная, эффективная, потому что в течение суток уничтожается по нескольку десятков артиллерийских систем, что не может не сказаться в будущем на результатах на поле боя. На некоторых участках мы не можем сегодня, к сожалению, говорить о том, что удалось стабилизировать ситуацию. Для этого необходимо еще провести очень много мероприятий соответствующего характера, поэтому ситуация остается очень тяжелой. Если мы говорим по Северу, по Сумам, по Чернигову, немножечко спала интенсивность воздушной разведки врага, мы тоже там не видим, чтобы формировались какие-то ударные группы для того, чтобы перейти в ближайшее время наступления. В этом плане здесь больше информационного шума, который создается российской стороной и Беларусью в том числе. Если мы говорим о Харькове, есть примеры, где контрнаступательные, контратакующие действия наших подразделений приводят к тому, что враг на некоторых локациях отодвинут, заняты вражеские опорные пункты нашими бойцами, например, Волчанск, Элипси. Но опять-таки враг пытается максимально использовать авиационное вооружение для того, чтобы не допустить, ну, фактически, бегства своих подразделений на этом направлении. Враг перебрасывает туда, кстати, и элитные части, так называемые десантные, одна из которых, мы тоже об этом уже говорили, 83-я бригада понесла, десантно-штурмовый войск понесла серьезные потери. Ну и, собственно, юг, два направления, которые сегодня можно отметить, вернее, три левобережья отдельная тема. Это Ореховское направление, Работино, Малая Маячка. Это основные направления попыток врага штурмовать. За прошедшие сутки буквально две таких штурмовых атаки враг попытался провести, но безуспешно. Тоже периодически пытается использовать авиационную технику. Более чаще он это делает по временскому направлению. Это урожайное, это водяное и старомайорское. Там враг пытается тоже проводить штурмовые действия, и было несколько за прошедшие сутки. Потери наших позиций не допущены, но по Старомайорску есть определенное тактическое улучшение позиций у врага. И левобережье, соответственно, не допущено потерь в районе населенного пункта Крынки. Левобережье наше враг пытается, в том числе, и более интенсивно проводит действия по попыткам зайти на наши острова, на Днепре. Потери несет огромные, эти штурмовые действия пока к изменениям ситуации не приводят. Ну и пытаются атаковать со стороны Олешек и, собственно, казачьих лагерей. Там враг пытается тоже проводить периодически активные действия, но потери наших позиций тоже не допущены. Это в целом такая ситуация. Сергей, вот последняя крайняя сводка Генштаба. За сутки силы обороны уничтожили два танка. Это же не из-за того, что неэффективно работают силы обороны, а, наверное, из-за того, что достаточно экономно россияне используют бронетехнику такую тяжелую. А в основном это мотоциклы, мотолыги, гольфкары с мангалами. Можно ли констатировать, что это ползучее наступление россиян, оно обеспечивается, вот как вы сказали, более воздушной составляющей, кабами, авиаподдержкой и пехотными подразделениями, а технику оккупанты используют достаточно экономно, потому что мы ее очень даже эффективно выбиваем. Ну, в этом и суть эффективной работы, кстати, силы обороны, что действительно враг пытается не атаковать механизированными подразделениями, механизированной компонентой, прежде всего тяжелой техникой, например, танками, абсолютно верно, потому что они уничтожаются, и эта работа эффективная, как видим. Действительно, может быть поддержка одного-двух танков для штурмовой группы, это в лучшем случае, а так, пехота и авиация. Авиация отработает, только тогда выдвигаются штурмовые группы, они небольшие по численности, пытаются закрепиться на тех позициях. Ведь у врага тактика, мы уже сказали, это авиация и штурмовые группы. Причем штурмовые группы действуют каким образом? Одна зашла, их уничтожили, буквально сразу же на их место заходит следующая штурмовая группа. То есть вот эти штурмовые атаки пушечного мяса, они продолжаются. Не на всех направлениях, мягко говоря, это приносит успех. Вот если говорим по Часову Яру, задача врага была, например, войти в город по флангам. Соответственно, и мы помним, даже в какое-то время не было лобовых атак по Часову Яру, но по флангам наши отработали успешно. Нет окружения, нет этих ключей, о которых говорили россияне. И, собственно, поэтому они вынуждены проводить в том числе снова лобовые атаки. А тяжелая техника, да, пытаются экономить, потому что потери огромные. Но это не исключает того, что на других направлениях враг может попытаться проходить колоннами. Он это периодически делает, но что происходит с этими колоннами, вы тоже очень хорошо знаете. Действительно, подручные средства и мотоциклы, и мопеды, и даже мы видим на некоторых позициях самокаты. Но вот эта военная техника, самокаты, она используется больше для того, чтобы попытаться скрыться с поля боя. Даже такие случаи сегодня зафиксированы. Поэтому, в любом случае, враг продолжает пытаться наступать. Наша задача максимально истощать его ресурсы. С другой стороны, давайте поговорим о том, что ожидаем мы, в частности, об авиационной составляющей самолета F-16. Очень много о нем говорят сейчас. И говорят, в частности, о том, что они покончат с превосходством России над Черным морем. Потом заявил командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Нишпапов, интервью Reuters. По его словам, истребители смогут отбросить российские военные самолеты. И северо-западная часть Черного моря будет защищена практически на 100%. Это позволит расширить судоходные коридоры, обезопасить гражданские суда. Вот о таком еще моменте, о такой составляющей еще сегодня мы можем говорить, в частности, F-16. Насколько этот момент в украинском небе, насколько усиление авиационной составляющей сейчас может повлиять не только на ситуацию на фронте, не только на обеспечение безопасности прохода судов, но и в целом на планы врага, на планы его по достижению определенных целей? Ну, если мы говорим об акватории Черного моря, то действительно абсолютно верно. Тут невозможно и согласиться с нашим адмиралом. В том, что тактическая вражеская авиация, она чувствует себя пока более-менее вольготно. На определенных участках в акватории Черного моря, она проявляет очень высокую активность. Мы это отмечаем фактически каждый день. Даже бывают попытки атаковать те или иные позиции сил обороны или критическую инфраструктуру южных регионов именно с бортов тактической авиации. Активность довольно-таки высокая. Вчерашний день, например, не стал исключением. Я думаю, сегодняшний тоже. Но тут две составляющие. Абсолютно верно, господин Мишпапа говорит о элементах Ф-16. С другой стороны, силы обороны, в частности, военно-морские силы Украины, создали уже все условия для того, чтобы Ф-16 чувствовали себя более уверенно, вот так скажем, в нашем украинском небе. И над Крымом в том числе. Потому что, во-первых, отодвинут флот. Во-вторых, продолжается работа по уничтожению сил и средств противовоздушной обороны оккупантов в нашем временно оккупированном Крыму. Это то, о чем мы говорили. И видите, в это видение с командующим ВМС полностью совпадает. Поэтому небо освобождается от влияния российского ПВО. Соответственно, усиливается наша авиационная компонента. И врагу остается действовать только в северо-восточной части Черного моря. Опять-таки, насколько спокойно они себя будут там чувствовать, я не уверен. Потому что есть еще и наши флотилии, дроновые, будет авиация, дай Боже. В любом случае, авиационная компонента, конечно, это то, что для нас очень важно. И опять-таки, если учитывать Ф-16, сколько на слуху, сколько уже об этом говорили, и сколько вопросов, когда-когда, можно сказать о том, что если мы создадим, а я уверен, что такая работа проводится по всему фронту, эшелонированную оборону ПВО, то есть это средство противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, то, соответственно, авиационная компонента усилит. Потому что это будет работать и ПВО, это будет работать авиация. Ну, логично, что вражеская авиация с этими же ПАБами и КАБами не сможет подлетать настолько близко, как она это делает сейчас. И более того, я думаю, что тогда и сбрасывание вот этих бомб на территории самой Российской Федерации, пример Белгородской области очень хорошо показывает, россияне удачно бомбят и свои территории. Я думаю, что этот процент сбрасывания этих бомб на Белгородщине, на Брянщине, он возрастет. И это будет хорошо для нас в том числе. Сергей, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Всегда рады вас видеть. Сергей Брачук, спикер Украинского. Спасибо. Не присоединяю всем поздравлениям наших военных моряков и всех, кто причастен к морю с сегодняшним праздником, День военно-морских сил, уважаемых сил Украины. Очень хорошо. Мы тоже присоединяемся. Вся команда телеканала Freedom поздравляет наших моряков. Сергей, спасибо вам за участие в эфире. Спасибо вам. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.